Мы приехали из Донецкой области в 2014 году. Там самолеты начали летать возле нас. Маленькая дочка сильно боялась. Мы как-то и решили. Мы даже сюда приехали. Она и тут, и все. Слышит самолет. Говорит, мама, ложись, стрелять в бус. Только недавно успокоилась. У нас шестеро. Муж, я, трое детей и мама. Мы вот искали, чтобы где-то дом найти подешевле. И вот сюда попали. На последнем месте, где мы остановились в квартире, там 7 тысяч мы платили, как говорится, за квартиру и плюс коммунальные услуги. Это выходило 10, 11, ну, 12 тысяч. А зарабатываете вы? Пенсия около 9 тысяч. Ну, в условиях кризиса, сами понимаете, хочется немножко большего. Решил сдать дом здесь вот в Нижних Таволгах в аренду. Ну, приходили люди, интересовались. И вторыми вот семья пришла Кочина Геннадия. Ну, я как их увидел, сразу вижу, народ по-бедному одет. Вот. Когда уже узнал, что они являются беженцами Донецка, сразу у меня мысль возникла, ладно, черт с этим приработком. А когда узнал, что еще трое детей, я им предложил, ладно, говорю, живите здесь бесплатно. Кормите только собаку. Ну, оплачивайте сами дрова и электричество, которое будете употреблять. Семья предпринимателей из Бынёк привезла им лесовоз дровяной обрези. Бесплатно. Завтра вот другой предприниматель из Невьянска хочет им привезти где-то 2,5 куба дровяной обрезы. Чурок. Ну, вот, то есть народ откликается, задевает их за душу, что так люди живут. Ну, то, что тоже смотрели новости, вот, видели, что проблем не возникает насчет документов. Вот. Ну, мы столкнулись с реальностью. Через объявление мы вышли на Михаила Юрьевича, вот, приехали, посмотрели дом. И таким вечером уже переехали. Ну, так мы тут оказались. Чтобы сделать РВП, мы за неделю потратили 30 тысяч. Как так? Зарплата же 15. Это пошел навстречу нам директор завода. Он помог, дал суду, что это на оформление документов. Когда мы обратились до администрации города, ну, нам дали отворот-поворот. Сказали, у нас денег нет, и мы помогаем только гражданам России. А у вас гражданства нет, так что выбирайтесь, как хотите. Ну, да, в сентябре, наверное, этого года. У нас и хлеба не было. Ну, где-то неделю вот так пробуем. Да, без хлеба сидели, без молока даже в другой раз. Чем детей кормить? Ну, кашу, там, супчик какой-нибудь. Да, если там какая-нибудь крупа, сварим чуть-чуть, дадим, а сами. Малой там чай, заместо молока. Вот, а, вау. Денежку возьмите. Спасибо. Ага. Вот. А эта дочерь, это у вас где маленькая? Маленькая? Вот. Девочкам что-то на елку съездили. Девочкам в Невьянск на елочку, на автобус. Такое, от меня лично, от пенсионера. Давайте. Хорошо, спасибо. Так что ничего, в Екатеринбург съездили, документы сдали, и все, и на идущий-то нам ничего не осталось. Да вот спасибо, люди вот, что принесли, на это живем. Ну, спокойно, пока они здесь хоть не стреляют. Спасибо. Спасибо.